здравствуйте дорогие друзья в этом видео я бы хотел вам показать как прошприцовать шкварня в волге 3110 сейчас покажу на примере одного колеса в принципе это будет у нас правое колесо пассажирская передняя второе колесо точно также идентична то есть первая толотница вот у нас очень неудобно показывать постараюсь вот у нас первая толотница в которую надо будет запрессовывать смазку вот у нас 2 это лотница вот она и вот здесь 3 это лотница вот она думаю вам видно надеюсь что видно попробую так заснять вот она вот это вот она вот так же насчет ленивца рулевой тяги сейчас его тоже покажу вот он там вот это вот толотница так будет видней вот толотница стоит ли шприцевать или не стоит стоит давайте теперь буду шприцевать и заодно расскажу какой смазкой тут есть очень много нюансов ну как нюансов я не знаю кто-то говорит надо шприцевать негролом и заодно покажу как про как выглядит этот шприц шприц выглядит вот так ничего суперского тут нету все предельно просто вот такой шприц я сначала шприцевал негролом потом я плюнул на это дело и стал шприцевать литол я думаю вы понимаете о чем речь вот так вот и начинаем шприцовочку она прям хорошо нажимается и как можете наблюдать а литол полез вот смотрите литол полез если литол начал вылазить значит шприцовка удалась вообще он еще должен вылазить из-под и нижних вот здесь еще в принципе но так как я не скажу что я шприцую очень часто поэтому там могло подзабиться и поэтому тому же оно вылазит плохо я же говорю кто-то шприцует негролом кто чем я шприцую я шприцую литолом и все здесь нормально я не знаю почему некоторые говорят что надо литолом о литолом негролом прошу прощения мне как бы и так нормально шприцует шприцуются все замечательно и хочу сказать после такой шприцовки очень хорошо получается автомобиль поворачивает прям вообще умничка смотрите ленивца я тоже прошприцевал вот так это выглядит прошприцованный ленивец так это выглядит аж смазка с него начала вылазить нормально так и да так и должно быть по-другому быть не может значит если смазка не вылезла вы хреново прошприцовали сразу говорю вам здесь тоже смотрите я прошприцовал единственное верхний верхний вот этот вот я не шприцовал вот потому что до него не долез у меня тут вот подперто и мешает вывернуть колесо а так прошприцовано нормально все теперь можно спокойненько ездить дальше давайте немножечко освещу вопрос а еще хотел показать напоследок как шприцовать этот кардан такая вот крестовина то есть крестовина на кардане есть несколько видов есть вот здесь расположена толотница а есть вот как у меня вот это но это новый я их еще не ставил даже не знаю как буду забивать надо будет трубку искать по диаметру сюда и забивать ну это ладно толотница также шприцуется какой смазкой давайте я вам открою и покажу чтоб вы понимали это новые новые и смотрите здесь у нас летал леталом то можно спокойно прошприцевать и здесь смазки как украли если честно положили вот и все в новых летал покупать какую-то супер дорогую жидкой жидкой смазку я не вижу смысла я заходил в магазин хотел прошприцевать купить специальный мобайл или мобилайзер как-то так я не помню как она называется правильно но дорогая на там 400 рублей вот такой вот баллончик стоит но это газовый он только тот уже намного вы представьте себе силикон баллончик только по размеру от как газовый может чуть-чуть у так даже поменьше короче много большая цена я брать не стал у меня очень много летала поэтому можно прошприцевать леталом него не жалко все я шприцую здесь леталом шприцую леталом шкварня и езжу нормально я не знаю я уже отъездил сезон и все замечательно по поводу того в какой период в промежуток нужно шприцовать это все мое мнение это не обучение ничего это мои личные наблюдения так как я делаю вы можете делать по-другому сразу же говорю а то сейчас начнутся гневные комментарии и так далее вообще как только проехал по грязюки подождю еще где-то надо уже шприцевать заехал в гараж прошприцевали и так каждый раз когда вы ездите по короче воде грязи и всякой такой дуристике я же как делаю ну я где-то раз в два месяца шприцую 23 вот так независимо от того езжу я погрязи ли не езжу но бывает так если допустим осень очень дождливая и грязная то да я шприцую бывает где-то наверное раз в месяц чтобы вам не соврать и в принципе ездит нормально я уже так езжу наверное четыре года и пока что вот футфу шкварня ездит все нормально но надо еще сказать что я как бы немножечко автомобиль берегу я по кочкам не вот не высаживаю не вытапливаю ей еду аккуратненько и как бы шприцевать и я хочу сказать по моим наблюдениям что именно вот негрол он очень жидкий да он прошприцевал можно кстати негролом а потом литолом прошприцевать негрол продавит все щели а потом литолом заполнится но кстати я еще так не делал но мысли были на тасу на литоле чем лучше потому что скольжение и сцепление лучше намного и он сохраняется дольше то есть он там он смазывает негрол он раз и вышел все его нету и там практически сухое а если водичка попала на чуть подвымало и все а все-таки литол намного лучше и там сцепление лучше получается он там внутри хоть какая-то часть но остается смазка детали идет внутри но это только мое мнение личное мое наблюдение но я езжу так и уже достаточно долго поэтому могу рекомендовать ничего не случилось с автомобилем и ездит все замечательно что в крестовинах что в шкварнях так что вот так всем огромное спасибо кто посмотрел здоровьем дорогие друзья не болейте и всем до скорых встреч пока